6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29, названный Энула Геей в честь матери пилота, оказался в небе над японским городом Хиросима. Он сбросил атомную бомбу под названием «Малыш». Она стала первым образцом нового оружия, испробованным на живых людях. Через три дня еще одну атомную бомбу «Толстяка» сбросили на город Нагасаки. В результате погибло от 130 до 230 тысяч людей. Оценки разнятся. Еще сотни тысяч пострадали от разрушений и лучевой болезни. Массовые убийства случались и до этого. Но впервые в истории столько людей гибло одновременно. Необходимость убивать вражеских солдат понятна. Но как объяснить себе мгновенное убийство сотен тысяч гражданских? Женщин, стариков, детей. Долгие годы в Америке господствовала концепция необходимого зла. Мол, бомбардировки нужны были, чтобы принудить капитуляции японскую нацию, одержимую милитаризмом. В противном случае погибло бы куда больше людей, причем не только американских солдат, но и самих японцев. Однако современные исследователи ставят под сомнение эту версию. Нужны ли были эти бомбардировки? И что же сожженные Хиросимой и Нагасаки могут рассказать нам о природе войны и современного государства? Грег Херкин, профессор Университета Калифорнии, доктор наук и автор нескольких монографий об истории ядерного оружия и гонке вооружений. В статье «5 мифов об атомной бомбе» он рассматривает популярные заблуждения, связанные с этой темой. Так, бывший президент США Гарри Трумэн писал в мемуарах, что военное командование убеждало его, будто наземная операция обойдется в полмиллиона солдатских жизней. Непонятно, кто кого обманул, Гарри Трумэн читателей или военное командование Гарри Трумэна. Однако Стэнфордский историк Бартон Бердштейн на основе рассекреченных документов Комитета военного планирования доказал, что ожидаемые потери штурма оценивались тогда в 193 тысячи человек, из них убитыми в промежутке от 20 до 46 тысяч. Впрочем, сам выбор стоял далеко не только между атомной бомбардировкой и наземной операцией. Рассматривались и другие опции. Были предложения провести демонстрацию разрушительной силы атомного оружия, но без человеческих жертв. Например, сбросив бомбу на вершину горы Фудзи или взорвав на необитаемом острове, пригласив в качестве наблюдателей представителей крупных держав, включая Японию. Эти предложения были отвергнуты из практических соображений. Мол, изготовлено было всего две бомбы. Такое нельзя расходовать в холостую. Благородная история о том, будто жители предупреждали перед бомбардировками, тоже едва ли соответствует реальности. Американцы действительно разбрасывали над японскими городами листовки, предлагавшие населению бежать и спасаться от бомбежек. Непонятно, правда, как и куда. После постдомской декларации 26 июля листовки предупреждали о неизбежном уничтожении. Однако никаких специальных предупреждений в городах, назначенных целями ядерной бомбардировки, не было. Из очевидных опасений, что бомбардировщик с ценным грузом могут сбить. И, конечно, самый главный миф, будто именно атомные бомбардировки принудили Японию к капитуляции. В действительности японцы пытались вступить в переговоры гораздо раньше. Историк Калифорнийского университета Цуйоси Хосигава в книге «Racing the Enemy», вышедшей в 2005 году, утверждает, что вовсе не ядерное оружие напугало японцев. Причиной капитуляции стало вступление в войну СССР. Уничтожение Хиросимы 6 августа не вызвало большой паники у японского правительства. Все-таки Японию бомбили давно, пускай и обычным оружием. К тому времени и так было уничтожено уже более 60 городов. Еще в марте ковровой бомбардировке подвергся Токио, где в огне сгорело более 100 тысяч человек. 7 августа правительство направило телеграмму послу в Москве, требуя поднажать с просьбой о проведении мирных переговоров с участием СССР в качестве арбитра. Но тут произошло нечто, что разрушило планы японского командования. 9 августа СССР объявляет войну и неожиданно атакует японскую квантунскую армию в Маньчжурии. В тот же день для обсуждения капитуляции собирается высший военный совет. И в тот же самый день американцы уничтожают город Нагасаки. 15 августа по радио транслируют запись. Император Хирохита объявляет о капитуляции. Таким образом, появление невиданного оружия стало удобным предлогом для того, чтобы объяснить капитуляцию народу, который много лет кормили бескомпромиссной милитаристской пропагандой. В действительности, японское командование надеялось провести выгодные переговоры с американцами, используя при этом СССР. Именно вступление СССР в войну разрушило их последние надежды. Чего же хотели добиться японцы в процессе переговоров? Главным условием была неприкосновенность императора Хирохита. Американцам было известно об этом заранее, из перехваченных переговоров. Однако они настаивали именно на безоговорочной капитуляции. Интересно, что в итоге императорской семье действительно был дан иммунитет. Потому что без этого политического решения американская оккупация островов вряд ли проходила бы гладко. Таким образом, японцы были готовы к переговорам и до атомных бомбардировок. Они настаивали лишь на одном условии, которое в результате было исполнено. Какой же тогда смысл был в атомных бомбардировках? Грег Херкен пишет, что это было военное, а не политическое решение. Но какая же военная необходимость за ним стояла? Случившееся в Хиросиме и Нагасаки не так уж сильно отличается от других памятных эпизодов Второй мировой войны. А длившийся 48 часов бомбардировки Дрездена, превративший город в подобие лунной поверхности. От схожих по масштабам бомбардировок Лейпцига и Хемница. От сожженного в марте 45-го Токио, от Кёнигсберга, где силы добра тоже не оставили камня на камне. Более трех миллионов тонн бомб было сброшено американцами и британцами на Европу с результатом в полмиллиона погибших гражданских. И примерно столько же погибло от бомбардировок лишь в одной Японии. СССР принимал скромное участие в этом по причине скромности своей стратегической авиации. Но не уставало напоминать союзникам о том, что бомбить нужно чаще, больше и вообще веселее. Официальной целью бомбардировок было разрушение транспортных узлов, тыпочек снабжения и промышленных центров. Ранний теоретик авиации итальянский генерал Джулио Дуэ еще во времена Первой мировой предсказывал такое развитие событий. Бомбить города, от которых зависит положение солдат на передовой. Во время Второй мировой стратегическая авиация стала технически возможной, однако системы навигации и наведения все еще были несовершенны. Бомбардировщики являлись легкой мишенью для истребителей и ПВО, поэтому бомбили по площадям, да еще и ночью. Но было бы неверно сказать, будто сотни тысяч людей приняли мучительную смерть от огня и белого фосфора, лишь потому что стали случайными жертвами несовершенных технологий. Истощение людского ресурса и боевого духа противника было такой же стратегической целью, как и сожжение его оружейных фабрик. Убьем их побольше, и они перестанут сражаться. Крылатая фраза генерала авиации Кертиса Лимея, который командовал бомбардировками Японии. Артур Харрис, маршал британской королевской авиации, также известный как бомбардировщик Харрис или мясник Харрис, тоже заявлял прямо. Цель совместных стратегических бомбардировок должна быть недвусмысленно заявлена, как уничтожение немецких городов, убийство немецких рабочих, прерывание цивилизованной жизни по всей Германии. Уничтожение домов, публичных благ и транспорта, создание невиданной проблемы беженцев, разрушение боевого духа как дома, так и на фронтах через насаждение страха усиления бомбежек. Вот намеренные цели нашей стратегии, и они непобочный продукт попытки уничтожить фабрики. Таким образом, целью бомбардировок, заявленной открыто, было не только уничтожение заводов и транспортных узлов, но главное — насаждение страха, разрушение боевого духа вражеской нации. Однако вражеские фабрики, дороги и единицы боевой техники можно подсчитать, тем самым прикинув, какое количество военной силы будет достаточным, на какое окажется избыточным. Но чем же измерить вражеский боевой дух? Как выяснить, сколько бомб и сожженных трупов понадобится для его разрушения? Никак. Поэтому, когда в военные расчеты вмешиваются такие мистические понятия, как боевой дух, единственным вариантом оказывается просто убить побольше. Именно поэтому он был сожжен дотла Дрезден и другие немецкие города. Поэтому атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки без какой-либо реальной военной или политической надобности. Тем не менее, атомное оружие произвело гнетущее впечатление даже на апологетов-бомбежек. Тот самый Кертис, убьем их побольше ли мы, считал, что атомные бомбардировки были избыточны на фоне тех разрушений, которые его подчиненные уже произвели на японской территории. Такого же мнения придерживались Дуглас МакАртур, Дуай Тейзенхауэр и многие другие. Против применения атомного оружия выступали его создатели – Лео Сциллард и 70 его коллег, подписавших так называемое «Письмо Сцилларда». Однако всегда найдется кто-то, кто сочетает, что чрезмерной силы не бывает. Дело оставалось за малым. Средствами пропаганды объяснить простым солдатам и летчикам, что массовое убийство не является нарушением моральных норм. Здесь в дело и пошло старое средство – дегуманизация противника. В Германии этот вопрос решался просто – мы высшая раса. Японские милитаристы также убеждали себя в том, что они превосходят всех остальных. Советские солдаты получали бойкие агитки Ильи Эренбурга – убей немца или твой день прошел зря. У американцев была своя версия дегуманизации. Мы бомбим чертовых япошек, которые безумны настолько, что готовы сопротивляться до последней капли крови. Так простые американские парни, сидевшие за штурвалами летающих крепостей, могли со спокойной душой бомбить японские города. А клепальщица Рози, почему-то ныне ставшая символом феминизма, собирать оружие, предназначенное для убийства женщин и детей. Сегодня мы привыкли, что лидеры развитых государств говорят о справедливости, гуманизме и правах человека. По крайней мере, официально. Но давайте немного углубимся в историю и вспомним, как формировались государства модерны. Генезис современных государств легко проследить до 16-18 века. Точки, когда благодаря научным достижениям произошел значительный переворот в военном деле. Первое, что изменилось. Война перестала быть частным делом королей-барон, постепенно превратившись в дело публичное, отправляемое государством как таковым. Второе. Армии из небольших феодальных воин странсформировались в огромные машины войны. И третье. Армии перестали быть пестрыми шаниной из рыцарей и наемников, собранных со всей Европы. Новые массовые армии набирались из представителей одной, национальной идентичности. Новые условия войны потребовали и новой организации гражданской жизни. Для содержания многочисленных армий были необходимы столь же значительные вложения. Государства должны были расширяться как экстенсивно, подчиняя себе новые территории, так и интенсивно, совершенствуя систему администрирования и налогообложения, дабы извлекать больше налогов из общества. Армейские формы организации, которые требовались для ведения эффективной войны, бумерангом возвращались обратно в общество, когда уже гражданская бюрократия формировалась по военному образцу. Так общество спонсировало войну, а война, в свою очередь, лепила общество. Могущественное государство с дисциплинированной армией и столь же дисциплинированной бюрократии стало идеалом, к которому стремились. Более того, только такое государство и могло выжить. Если в конце 15 века политическая карта Европы насчитывала полторы тысячи единиц, то к началу 20-го столетия на карте осталось только 25. Самых зубастых государств, переживших этот естественный отбор. Монополия на насилие. Так когда-то обозначил природу этого нового государства Макс Вебер. Действительно, способность заниматься насилием в промышленных масштабах важнейшая черта государства модерна – его квинтэссенция. Сосредоточить в своих руках как можно больше разрушительной мощи, а затем сокрушить государство противника. Вот основная задача. В этом свете вопросы о том, зачем сожгли Дрезден, стерли с лица земли Хиросиму и Нагасаки, перестают быть сложными. Пускай даже союзники вели то, что принято именовать справедливой войной, но они оставались государствами. И демонстрация сокрушительной мощи, призванной сломить дух противника и естественных для государства модерна. Мы привыкли к тому, что этот первоначальный смысл существования государства модерна скрыт за парадным фасадом множества полезных и важных функций. Социальные государства ныне обеспечивают общественные блага, поддерживают правопорядок, оказывают помощь обездоленным. Однако не следует забывать, что все это – лишь поздние надстройки, которыми обросла первоначальная машина разрушения. Поэтому окружающий мир благополучия, дипломатия и гуманизма может оказаться хрупок. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, точнее полная их бессмысленность, служат тому лишним напоминанием. Субтитры создавал DimaTorzok